На минувшей неделе в сетке наших выпусков случился сбой. Во вторник выпуск не вышел, но точно не по нашей вине. Дорогой Радифаритович срочно отправился на форум в Екатеринбург. Там состоялся форум Инопром-2023. Складывается впечатление, что Хабиров попал в некую эмоциональную зависимость от праздников, форумов и иных развлечений чиновников за бюджетный счет. Есть основания полагать, что эта зависимость сформировалась у дорогого Радифаритовича исключительно на фоне отсутствия реальных достижений в экономике и социальной политике региона и потребности подменить эти достижения на иллюзию постоянного торжества, праздника и успеха. Ироничное население республики уже наделило главу региона различными обидными прозвищами за пристрастие к мотовству и бесконечной праздности. Вот подборка этих прозвищ, которые можно легко найти в интернете. Например, иногда Хабирова называют Сабантуйбай, иногда Форуммен, Человек-праздник, ну или Башлык-шашлык на крайний случай. Выбирайте, что вам больше нравится. Тем временем подчиненные Ради Хабирова, уловив потребность начальства, без устали изобретают все новые и новые ивенты. Вот, например, скоро 26 июля в Уфе состоится форум «Умный город», на котором всех будет смешить мадам Сараполова и команда КВН города Нефтекамска, которая по недоразумению все еще считается у нас мэрией Уфы. Ну, а там уже недалеко и до межгалактического форума «Башкирский конь», куда точно уже приедут загадочные инвесторы из Афганистана и Ирана и наступит нам счастье. Праздник, который всегда с Хабировым, продолжается, но надо помнить, что праздник этот продолжается исключительно за наш счет. Все эти празднования, угощения, красивые видеостены, все-все-все, вот это оплачиваем мы с вами. Тем временем жизнь в Республике Башкортостан предстает нам вовсе не в таком радужном свете, какой она кажется Ради Хабирову. Например, за минувшую неделю дела, которые отказался обсуждать Хабиров на оперативном совещании, в Республике сгорело сразу четыре дома в одном из сел. Утонуло аж 11 человек в тех самых прекрасно оборудованных и оснащенных пляжах, которыми гордилось наше правительство. Рухнул потолок в школе деревни Ишлы Аргазинского района. Ну, а про мусорный коллапс мы с вами еще поговорим отдельно.